Здравствуйте, уважаемые! Сегодня у нас 17 июля 2014 года. Четверг, день Юпитера, 17-й лунный день. Такой прекрасный, хороший день. Мы с вами продолжаем авторскую программу с участием Валерия. Да, меня зовут Валерий. Программа «В пути». Мы всегда с вами в пути, всегда в дороге, всегда преодолеваем какие-то препятствия, строим что-то, возводим, стремимся, побеждаем, падаем, встаем, идем дальше в пути. Тема сегодня простая, о юморе. О юморе. Если вспомнить древних, это были петрушки, это были балаганы. Петрушки одевались длинные одеяния, с рукавами такими длинными, которые путались, падали и пронесили смех обычному народу, крестьянам. Основно у нас в России были крестьяне в свое время. И действительно, население смеялось над этими небольшими, шутскими падениями, какими-то ударами, битьями. Петрушка били как-то, и над ними как-то издевались. Это было смешно. Естественно, были балаганы, пили людей медовуху, еще какие-то напитки веселяющие, пиво, соответственно, и поднималось людей настроение. Это им приносило радости и счастья в жизни. Все, как говорится, приносит людям счастье, чтобы наша жизнь была, даже если была в свое время очень сложной, она превращалась в какое-то более простое, приятное занятие. В современном мире это, мы вспомним такие, значит, кревсейки Крайкин, Никулин, Петросян, такие артисты, которые были выдающимися, даже если вспомнить Крайкина, который успевал переодеваться, успевал, значит, критические замечания про советскую власть рассказать, рассмешить народ. В советское время, это именно, я расскажу о Югоре, именно в нашей стране, это было очень интересно, очень познавательно, очень увлекательно. Как Крайкин предносил юмор, это, конечно, это великолепно, великолепно. Продолжили его, значит, деятельность в этом направлении, это Петросян, тоже со своей командой, он многое сделал, шутил, улыбается, и всегда связывал юмор со здоровьем. Говорил, смейтесь на здоровье, да, надо всегда смеяться, потому что на самом деле наш организм укрепляется, оздоравливается, потому что выходит негатив, и со смехом мы улыбаемся, позитивное настроение приобретаем, хочется жить, хочется смеяться, хочется любить. Современные артисты, может быть, команды, допустим, я хочу отметить, как уральские пельмени, здесь собрали такой серьезный коллектив, такой, сумели правильно его преподнести, то есть музыкой, с определенным настроем, тоже рассказывает нам о своих каких-то находках, о нашей современности, и шутит на эти темы, и заставляет нам задуматься, действительно, чтобы мы преодолели свои какие-то негативные чувства, негативные отношения, чтобы мы познали этот мир с точки зрения позитивного отношения, позитивного отношения. Они ведь помогают нам жить, помогают нам двигаться вперед. Это все очень серьезная работа, и они делают это очень великолепно. Comedy Club тоже очень хорошо выступает, они, ребята, тоже поднимают серьезные темы, может быть, у них много, конечно, им ниже пояса, как в стендапе, но я думаю, это категория людей, которые, может быть, в детстве не слышал мат или их родители в этом понимании, и став взрослыми, они становятся как бы желанием ну, как бы эту сферу больше узнать. Я тоже думаю, это тоже не так, чтобы уже плохо, просто части людям это нравится, если кого-то это нравится, и люди приносят свои деньги, и захотят, и хотят этого улыбнуться, поднять эту тему, это тоже очень здорово. Каждый находит свою, как сказать, сферу деятельности, и продолжает счастливо в ней существовать, ведь мы свои очень разные, и эта особенность нас сближает. все мы люди, у нас есть определенное понимание отношений к жизни, и это очень приятно. Я тоже хочу, я тоже пишу юмористические рассказы, стихи, в целом, я всегда себя проекцирую как писатель, поэт, просто, как говорится, может быть, таких, как я, людей не так уж и мало, не так уж и мало, но донести свое видение, свои отношения, свои произведения до массового зрителя, иногда не получается возможным, сверху того, что не хватает финансовых средств. То есть, эти все затраты, издательство и так далее, требуют огромных финансовых затрат. А поддержки магнатов и так далее, каких-то спонсоров тоже найти очень сложно, потому что у каждого спонсора есть свое отношение к жизни, свое понимание к жизни, и это требует огромной, как говорится, правильного подхода. Правильного подхода. У меня такого подхода, как бы, может быть, и нету, я простой, как говорится, человек, и мне просить у кого-то тоже не всегда получается, получается, сфера своего характера. Поэтому я решила выложить свои рассказывающие, стихи в ютюбе, чтобы люди тоже понимали, что современные поэты не существуют, современные писатели не существуют, а те, которые хислятся писателями и поэтами, некоторые, на самом деле, уже ничего не пишут, и уже ничего не хотят делать, просто потому, что не о чем им сказать, не о чем им писать. Вот такое юмористическое стихотворение я написал. О юморе шутить не надо, а надо просто есть и пить. Сумел ты громко рассмеяться, так и значит, можешь дальше жить. Пусть артисты не в ударе с погодой тоже что-то жуть, наперекор судьбе напастьем, ты продолжаешь смех и путь. Вот такое очень позитивное стихотворение. Я к тому говорю, что мы всегда в пути, с вами всегда вперед движемся. Не забывайте весь улыбаться, шутить, обнимать друг друга, радоваться жизни. Сегодня, сегодня, я как уже говорю, 18 июля, лето в разгаре, где-то может быть есть какие-то серьезные проблемы, но вы знаете, потенциал в людях огромный. Мы с вами должны объединяться, решать задачи совместно, находить способы решения, находить ответы на разные вопросы. Юмор в этом смысле нам помогает. Не зря же есть определенная тематика оздоровления, позитивные отношения к нашей жизни. Это правильное отношение к жизни. Человек всегда привитает здоровье. Все вопросы решаются здоровью вам и хорошей дороги.